Значит так, программисты в вопросах рекурсии делятся на два типа. Первый и самый распространённый тип называется петушинные гребешки. Они считают, что рекурсия это нечто ненужное, поэтому они её тупо избегают и даже живут при этом счастливо. Ведь они, подобно лицам не из самых высоких социальных слоёв, вообще не парятся и пускают в дело суррогаты рекурсии различного качества, от циклов до GoTo. Второй тип называется соевые не такуси, вот они постоянно пытаются всё сделать не как все. Сказали им, что GoTo использовать нельзя, нет, высирают тысячи статей, что GoTo в кайф, просто надо уметь его готовить. Только вот сколько бы ты говно не посыпал специями, блюдом со звездой Мишлена оно не станет. После того, как такой вот не такусик упорится парочкой книжек по компьютер-сайенсу и алгоритмам, ну или занюхнёт какой-нибудь функциональный язык программирования, он сразу же во время семейных застолий толкает тост за имутабельность и пытается объяснить молодым, что с рекурсией не всё так однозначно. Они на самом деле тоже немножко молодцы, потому что имеют более широкий взгляд на ситуацию и не боятся пойти против толпы. Может они, конечно, и правы, но если бы идея использовать приём программирования, которая не в самом широком ходу была вином, то уверен, оно обладало бы богатым, глубоким и терпким послевкусием пениса. Ну, знаете, чем больше шаблонных решений, тем легче в этом разобраться. Быть не такусей в программировании и постоянно делать всё не как все, это программерский греховный проступок. Возможно, бывают ситуации, когда это стоит того. Спойлер, бывают, но настолько редко, что не каждый может столкнуться. И как же здорово, что в интернете есть я, готовый разобраться, что такое рекурсия вообще и в каких ситуациях её стоит использовать на самом деле так, чтобы и преимущество лутануть, и говна не наесться. По итогу этого видео у тебя будет список ситуаций, где рекурсия зайдёт хорошо, и почему там стоит использовать именно её. А знаете вообще, как этот канал появился? Раньше он был текстовым бложиком на Wordpress, а потом псины на хейтерах задудосили его клавиши F5, и мистер хостер отказал нам в обслуживании. Это ж наша проблема, а не их, что нас выносят хейтеры. А вот если бы тогда существовал хостинг каеза, то может быть до сих пор в текстовом формате были бы, потому что у них бесплатная флагманская DDoS защита. Да и вообще у них мужицкое навороченное оборудование, а не петушинные 3 ГГцовые процессоры. Куда мне эти 3 ГГц, как будто я Paint на сервере собираюсь запускать. Лучше посмотрите на эту 6 ГГц колыбаху разрушения, которую я могу снять даже на час всего за несколько еврокопеек. И это позволит мне попробовать несколько вариантов серверов для развертывания, чтобы я подобрал максимально подходящий по мощности и пингу. А если что-то пойдёт не так, то мне бесплатно и круглосуточно поможет саппорт. И это просто обалденное решение для обучения или игрового сервера. Поднял сервер на часок, поделал что нужно, заплатил 0,1 евро рублей и забил. Если вы хотите сервер бесплатно, у Аеза есть и такое решение. Сервис Терминатор, в котором вы прямо в браузере с вашего телефона или планшета или старого ПК можете создать Windows сервер без регистрации и смс. Попробуйте сами, ссылка в описании под видео. Для начала, что такое рекурсия? Многие думают, что рекурсия это явление, при котором функция вызывает саму себя. Так-то они правы, но описать всю рекурсию таким определением, это всё равно, что сказать, что дерьмо невкусное, вроде бы правда, но все нюансы не передаёт. Лично мне не нравится, когда рекурсию рассматривают просто как отдельную механику языка программирования. Типа вот, вы из функции можете вызвать эту же функцию, лучше бы рассматривали её с бытовой стороны, как метод решения задачи через сведение её к самой себе в более простых условиях. Как по мне, идеальное определение рекурсии звучит следующим образом. Рекурсия это метод использования функции с целью решения задачи через сведение её к самой себе в более простых условиях. Что такое сведение к простому, мы поговорим чуть позже, и я сразу оправдываюсь, что данное определение не академическое. Господа академики вообще любят ненужное придумать, нужно опустить. Вот, например, вы думали, что если функция просто вызывает сама себя, то это не просто рекурсия, а прямая рекурсия. А вот если функция вызывает другую функцию, которая вызовет первую функцию, то это называется косвенная рекурсия. Это только несколько примеров из порядочного количества ненужных определений. А знаете, почему для этих явлений придумали отдельные названия? Ну, просто почему бы и нет, кандидатские сами себя не напишут. Единственные полезные функции этого знания — это возможность словесно довести преподавателя по информатике до оргазма и возможность растянуть хронометраж видео про рекурсию. Поэтому ряд этих определений опустим за ненужностью. За что любят рекурсию? В первую очередь за то, что она обеспечивает лаконичное решение определённой категории задач. Вот, например, алгоритмы, которые можно легко разобрать по схеме с пафосным названием «разделяй и властвуй». Сразу представляются не прещавые айтишники из проперженных офисов, а прям такие крепкие Юлии Цезари. «Разделяй и властвуй» — это как раз про то самое приведение к простому. Вот каноничный пример с факториалом. Функция возвращает только самый простой случай, который может возникнуть при работе с данными. В данном примере это когда число равно единице, её факториал будет равен единице. В противном случае оно уменьшит число на единичку и домножит с результатом рекурсивного вызова. Это и есть приведение к простому. Возвращается самый простой случай, иначе делаем действия, необходимые для приведения данных к самому простому случаю. Альтернативы, сделанные с помощью циклов, более массивные, ещё и добавляются всякие дополнительные счётчики. Короче, решения через цикл более отстойные. На этой задаче всё выглядит не так значимо, но вот есть, например, алгоритм быстрой сортировки. Сравните рекурсивную реализацию и нерекурсивную. Чувствуется разница? Нерекурсивная реализация выглядит как явный пример программистского энтузиазма, который, к сожалению, не нашёл своего воплощения в эстетической привлекательности. Раз рекурсия такая классная для определённых категорий задач, то почему мы ей не обмазываемся? Понимаете ли, тут есть такая небольшая проблемка, как только происходит рекурсивный вызов, все предыдущие высчитанные данные, например, такие как переменные, хранятся в ограниченной секции памяти, в так называемом стеке вызовов. К сожалению, его размерность ограничена. Если рекурсивных вызовов будет достаточно много, то стек может порваться и данные протекут прямо программисту на штаны, и вывалится ошибка переполнения стека. Эта ошибка особенно неприятна тем, что тяжело отлавливается, вы не можете просто сделать try-catch и улыбаться, потому что обработка этого исключения может тупо не выполниться. Тут придётся попрыгать с бубном. Вы понимаете, что использовать инструмент, который может привести к таким последствиям, не слишком-то хорошая затея? Это реальная угроза, от которой волосы на заднице шевелиться начинают. Программисты тысячелетиями старались облегчить себе процесс работы с памятью не для того, чтобы в добровольном порядке стрелять себе в ногу дробовиком, заряженным рекурсивными вызовами. Когда программист решает избежать рекурсии, рядом всё время раздаётся какой-то шум. А, всё нормально, это просто здравый смысл торжествует. Тем не менее, есть языки программирования, на которых реализована так называемая хвостовая рекурсия. Ну, это когда рекурсия разворачивается в самый обычный цикл. Для этого рекурсивный вызов должен соответствовать некоторым параметрам. Во-первых, рекурсивный вызов должен быть в конце функции. Во-вторых, если надо будет хранить какие-то значения при вызове функций, как в вычислении факториала, например, то должен быть параметр аккумулятор, который будет хранить результаты вычисления и прокидываться дальше. Если мы оставим всё как есть, то значение вот этой переменной при каждом вызове будет засирать стек. Нам надо избавиться от этой переменной, для этого нам и нужен параметр аккумулятор. А вот пример факториала с хвостовой рекурсией. Кстати, она реализована не везде, если что. Я думаю, что после этого видоса вы должны сделать несколько выводов. Игры с рекурсией — это не шутки, надо следить за стеком, чтобы его не порвало, как штаны за 40 гривень. Оптимизация хвостовой рекурсии есть не везде. Ошибка при работе с рекурсией может стоить капец как дорого. Поэтому, когда вы программируете какой-нибудь реальный продукт, избегать рекурсию — это нормально. Ей можно флексить на собеседование, на олимпиадки по программированию, во всяких заданиях в кодварсе. И когда вы пишете на функциональном языке программирование, потому что в этом случае нет выбора. Если вам на алгоритмическом собеседовании вывалят задачку, которую можно очевидно прорешать через сведение к простому, то есть смысл упомянуть про решение через рекурсию, как один из способов решить задачу. За всё время я нашёл всего один реальный кейс, где вот рекурсия хорошо заходит. Это когда вам приходится работать со сложными объектами с динамической вложенностью. Вот присылает вам сервис какую-нибудь структуру, вроде ебейшего дерева со случайной размерностью и вложенностью. А перед вами стоит задача эту структуру переделать в другую структуру. Удачи вам накодить это циклами. Тут как бы не то, что за целостностью стека следить надо. Надо больше следить за тем, чтобы никто из команды разработки не катапультировался в окно. В остальных ситуациях это будет или опасно, одна ошибка и ты ошибся, или неудобно. Ведь как ни крути, даже если какие-нибудь анализаторы будут предупреждать, что возникает опасность порванного стека, хвостовая рекурсия классная только если, например, надо какой-нибудь цикл перебрать, когда нет параметров аккумуляторов. Функциональщики уже накидали мне опровержений в комментах, а вы говорили, что гномиков циклокрадов не существует. Итого. Когда можно юзать рекурсию? Когда нужно пофлексить? Например, собеседование и олимпиадки. В функциональных языках программирования? Когда требуется работать со сложной структурой с динамической вложенностью? Всё. Обязательно заходите в наш бусте, у нас там есть куча старых видосиков и немножко уникального контента. Ну а если я какой-то видос до конца досмотрел, то никогда не поленюсь поставить лайк и написать в комментах что-то вроде «Братан, хорош, давай-давай, вперёд, контент в кайф, можно ещё, вообще красавчик, можно вот этого вот почаще». Давайте пока.